URN – единообразное название ресурса, на английский манер произносится как слово IRN, по-русски чаще говорят. URN – это постоянная последовательность символов, идентифицирующие абстрактный или физический ресурс. URN является частью концепции URL – единообразных идентификаторов ресурса. Имена URN призваны в будущем заменить локаторы URL – единообразные определители местонахождения ресурсов. Но имена URN, в отличие от URL, не включают в себя указания на местонахождение и способ обращения к ресурсу. Стандарт URN специально разработан так, чтобы он мог включать в себя другие пространства имен. Основная идея Идея URN возникла из-за существенных недостатков системы URL. Ресурсы во всемирной паутине и интернете перемещаются, а ссылки в виде URL остаются указывая на уже отсутствующие ресурсы. Старые URL также делаются бесполезными при реструктуризации ресурсов, переименовании, удалении, перемещении в другой домен DNS. Для решения этой проблемы была разработана эффективная система PURL, сейчас широко используемая, а также система DOI. Но это все же лишь частичные решения и проблемы. Принципиальным же решением должен стать стандарт единообразного именования ресурсов URN. URN указывает неизменное имя ресурса без указания его местонахождения и способа обращения. В результате URN имена постоянны, они не зависят от конкретных серверов и протоколов. Другими словами, URN концептуально обозначает сам ресурс, а не место, где находится какой-то ресурс. Как это делает URL? Допустим, есть человек по имени Михаил Петров, который живет в Москве по адресу улицы Земляной вал 14. Если кто-то спросит его «Вы кто?», он, разумеется, ответит «Я, Михаил Петров». Он ведь не скажет «Я человек, живущий на Земляном валу 14». Так вот, URN идентифицирует человека как Михаил Петров, а URL лишь сообщает, что кто-то живет по адресу улицы Земляной вал 14. Для нахождения ресурсов по URN имени нужна система разрешения URN имен. Тогда человек, знающий точный URN ресурса, введет его в систему разрешения и немедленно получит множество конкретных мест, где этот ресурс можно найти. В 2002 году была предложена система DDDS, которая разрешает имена URN в URL ссылки на конкретные местонахождения ресурсов. При этом и URN, и URL являются частью одной системы идентификации ресурсов URI. История. В 1994 году вышел запрос RFC 1737, в котором описывались концептуальные и функциональные требования к разработке URN. Сама идея URN родилась несколько раньше, но до 1994 года не была никак сформулирована. После выхода RFC 1737 было потрачено очень много времени и усилий на разработку URN. Рабочая группа URN при ITF включает в себя очень много заинтересованных сторон, поэтому достижение всеобщего согласия представляется очень затруднительным. Тем не менее, уже в мае 1997 года вышла спецификация RFC 2141, описывающая первую версию синтаксиса URN. Хотя разработка URN еще далеко не завершена и достичь консенсуса по всем вопросам пока не удалось. Но базовые черты URN вырисовываются уже довольно четко. В 1999 году был опубликован запрос комментариев RFC 2483, который в общих чертах обрисовывал систему разрешения URN имен. В октябре 2002 года вышла целая серия документов RFC 3401, RFC 3402, RFC 3403, RFC 3404, RFC 3405. В этих документах определялась система разрешения URN имен DDDS. Последнее необходимое звено для внедрения URN. Пример в то же время вышла и спецификация RFC 3406, уточняющая спецификацию пространств имен URN. В настоящее время применение URN приобрело уже значительные масштабы. Имена URN стали неотъемлемой частью расширяемого языка разметки XML. Все чаще и чаще URN реализуется в популярном программном обеспечении. Хотя до того момента, когда URN вытеснит URL, видимо, еще далеко, но уже сейчас можно сказать, что перспективы у URN отличные. URN, несомненно, станет универсальным стандартом именования ресурсов. Структура URN Единообразные имена ресурсов имеют следующую структуру. EELT URN ИКТ Равно URN EELT NID ИКТ EELT NSS ИКТ В этой записи EELT NID ИКТ Идентификатор пространства имен представляет собой синтактическую интерпретацию NSS. Несчувствителен к регистру EELT NSS ИКТ Строка из определенного пространства имен Если в этой строке содержатся символы не из набора ESCI, то они должны быть закодированы в Unicode и предваренно знаком процента. Процент при этом начальная последовательность символов ERN Нечувствительна к регистру А идентификаторы пространства имен ERN и URN Запрещены вообще, чтобы не возникла путаница с этой начальной строкой ERN Самоидентифицирующий URN Эти URN содержат в NID название хеша, используемого для их создания. NSS содержит значение этого хеша, вычисленного из данных идентифицируемого объекта. Такие URN получают свойства хешей, то есть для данных может быть создано множество различных URN, но каждая URN может идентифицировать только один набор данных. Такие URN используются в составе Magnet-ссылки. В HTTP заголовке X-Content URN предложенном в HTTP Extensions for a Content Adressable App и нашедшем применение в P2P сети Gnatela 2. Согласно RFC 2169 в Gnatela 2 используются URL-ссылки, которые также содержат такой URN. Примеры URN URN книги, идентифицируемой номером ISBN, YERN, ISBN, 5 170 224 575 URN технической спецификации RFC 3406 Организации ITF, YERN, IETF, A3406 URN Российской Федерации, определенный по коду URN, YERN, OID, 2, 16, 643 URN конкретного файла MP3, идентифицируемого хеш-кодом по алгоритму SH-1, YERN, SH-1, INCT, COOP, TRENGIF, 4, WNA, 52, SH-5, C, URN, идентифицирующий ресурс через идентификатор URN, YERN, UID, 6, умножить на 10, в степени 8, от 430 до 9, C3, A-11, D-9, 96, 69, 0, 800, 200, C9, A-66, URN конкретного файла AVI, идентифицируемого хеш-кодом по алгоритму TTH, YERN, 3, TIGER, SLW, 7H, 5, LUX, CERK, 3W, X5, S, V, Q, CALL, S, B, C, REC, КАЖИ в показанных примерах из BN, A, E, T, F, OID, SH-1, UID, E3, это пространство имен T, N, E, L, T, N, A, D, I, T, A, строки за вторым двоеточьем E, T, L, T, N, S, S, I, T.